Вот уже 10 лет букмекеры со всего мира пророчат Нобелевскую премию по литературе культовому японскому писателю Харуки Мураками. Слухи о его номинации почти ежегодно появляются в СМИ, однако главный приз каждый раз получает кто-то другой. Мураками вряд ли огорчается. Его дзен-буддийское спокойствие и безразличие к светским почестям служат отличным щитом против подобных разочарований. При этом он всегда был и остается писателем, который совершенно точно заслуживает Нобелевку. А кому из современных писателей вы бы присудили Нобелевскую премию по литературе и почему? Напишите свой ответ в закрепленный комментарий. Автору самого интересного ответа дарим один месяц премиум подписки в MyBook. Харуки Мураками родился в 1949 году в семье филологов, а его дед был буддийским священником. Получив диплом по специальности «Классическая драма», 22-летний Харуки женился на бывшей однокласснице, с которой живет до сих пор. Вскоре после свадьбы пара открыла джаз-бар, где Мураками по ночам создавал свое дебютное произведение – повесть «Слушай песню ветра». На страницах этой и всех последующих книг автора можно услышать звуки джаза и классической музыки, уловить ароматы пива или виски и обнаружить огромное количество отсылок к любимым писателям Мураками – Фрэнсису Скотту Фицджеральду, Францу Кавке, Федору Достоевскому и Джерому Селлинджеру. Первая повесть имела огромный успех, поэтому Харуки смог бросить все и стать профессиональным литератором. С 30 лет и до сих пор он работает и живет по четкому и весьма строгому режиму, ежедневно занимается бегом и плаванием, путешествует, выступает на радио и продолжает пополнять свою многотысячную коллекцию пластинок с джазовой и классической музыкой. Писатель не любит светские мероприятия и разговоры о себе, зато обожает кошек, которых тоже нередко можно встретить на страницах его книг. Одну из многих кошек, что жили у Харуки, звали Кирин в честь мифического японского единорога, символа благополучия и удачи. Эту кошку писателю подарил его соотечественник, коллега и однофамилец Рю Мураками. В послужном списке 73-летнего Харуки Мураками на данный момент уже 35 книг. Все они объединены темами человеческого одиночества, отчужденности от мира, ощущения его зыбкости и нереальности, борьбы с экзистенциальным кризисом и отголосками событий мировой истории. Классический герой Мураками – это совершенно обычный человек, чаще всего около 30 лет, чей внутренний мир оказывается невероятно богат и сложен. Это отлично знакомый русскому читателю лишний или маленький человек, потерянный в суете и неоднозначности окружающего мира. При этом он скуп на внешние проявления эмоций, но отлично выражает их на языке искусства и популярной культуры, будь то музыка, живопись или литература. Помимо великолепных художественных произведений, Мураками также является автором двух документальных книг о последствиях зариновой атаки в токийском метро в середине 90-х. В 2011 году вышел сборник бесед писателя с всемирно известным японским дирижером Сейдзи Адзавой, а в 2015 – книга о писательском мастерстве. Также Харуки Мураками много лет преподавал литературу в американских университетах и перевел на японский язык произведения Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, Трумана Капотте, Джона Ирвинга, Джерома Селлинджера и Раймонда Карвера. Один из самых известных романов Харуки Мураками – это «Норвежский лес». Он был опубликован в конце 80-х и получил свое название в честь одноименной песни группы Битлз. В 2010 году вышла японская экранизация. Действие романа происходит в Токио 60-х во время протестов мировой молодежи против войны во Вьетнаме и расизма, а также в поддержку прав человека, феминизма и защиты окружающей среды. На этом фоне разворачивается история трех подростков, соединенных узами странной дружбы. После самоубийства одного из них двое оставшихся – девушка Наоко и парень Ватанабе – пытаются понять, как им жить дальше и разобраться в сложных чувствах друг к другу. Роман Харуки Мураками «Кавка на пляже» вышел в 2002 году и повествует о невероятном сплетении судеб подростка Кавки Тамуры и старика Сатору Накаты. В день пятнадцатилетия Кавка сбегает из дома, получив от собственного отца мрачное пророчество в духе греческого мифа об Эдипе. Параллельно истории его скитаний развивается сюжет о Накате, который в детстве увидел НЛО и получил способность понимать язык кошек. Оба героя мечтают найти свое место в жизни, но для этого им придется пройти долгий путь, большая часть которого пролегает за пределами реальности. Трехтомный роман Харуки Мураками «Тысяча невестисот восемьдесят четыре» также состоит из двух взаимно переплетающихся историй, которые развиваются в двух параллельных реальностях. В одной из них живет учитель математики Тенго, а в другой – женщина-инструктор фитнес-клуба Аомаме. Роман «Тысяча невестисот восемьдесят четыре» является не только самым объемным в творчестве Мураками, но также самым сложным и многогранным. Эта книга посвящена поиску психологической опоры в мире размытых ориентиров и затрагивает темы веры и религии, любви и секса, оружия и домашнего насилия, убийства по убеждениям и суицида, а также потери себя и духовной пропасти между поколениями. Читайте и слушайте «Харуки Мураками» в MyBook по промокоду в описании. Субтитры создавал DimaTorzok